доброе утро смотрите как птички поют какая красота так скрипит дверь значит кто-то добыл кофеек доброта да опа копе то есть у американцев спустился в кофейню потому что здесь в аппаратике мелочь была нужна мелочи нет будем пить оттуда кофе какой же как вчера погода сегодня намного лучше сегодня совершенно другая погода мы реально посмотрите у нас солнышко сети ветра нету сюда кстати ветер был а сегодня шикардос не поверите пошел маленький дождик нормально ничего не предвещало никто не обещал и светило солнце с собой не взяли да и мы опять ну знаешь это только идиоты не учатся на своих ошибках зато мы взяли солнечные очки которые у нас сейчас на голове намок да намокли первая точка фонтан траве и мы идем к но немножко не слушаемся навигацию потому что она вела по той улице по которой мы вчера уже ходили и мы немножко обманываем видео сворачиваем куда-то но в любом случае мы придем ведь я заметил что очень много маленьких машин да очень много я и от и от в основном такие маленькие манит здесь мне кажется нам на большой машине не проехать реально на не приборковаться как они здесь паркуется это просто слушай хорошо что мы полегче наделись взяли же с собой трейндж куртку и намного легче идти если честно мне уже жарко а мы потом налево да пойдем сегодня выпустили влог раньше обычного потому что все просили все очень ждали и мы решили не запланировать публикацию на 12 как обычно а его сразу и выпустить ой на такую улочку вышли хочешь свежий апельсин я сорву реально можно дикари что ли они так не делали каждый день здесь понимаешь я сорву пускай меня арестуют но я сорву вот смотрите оба класс и вот вся улица в них да получается ой девчонки брендовые сумки налетай да здесь мы вчера не шли ты что еще и прыгать будешь нет полезу на деле ну сразу видно что не местные они так не делают перед отрыгивали пойдем поищем которые они все на на верху потому что мне кажется каждый залезает и да успокойся так никто не делает хамончик а здесь кофеюшка да вроде мы все ищемся без течка где позавтракать такой уютный как уютная да тут неплохо кстати но никого нет смотри ну земли мы не будем брать они падают интересный факт номер один у меня болят вены на ноге на той на которой была операция вот вроде бы врач говорил можно ходить нужно ходить бегать нельзя вчера так много прошли 20 тысяч шагов практически и у меня болят я иду не прям ну неприятно но у нас с собой есть пара цитамол да он здесь от всего да на экскурсии экскурсии так она прямо прямо через толпу и на этой улице увидели первый продуктовый магазин большой ну достаточно большой потому что возле нашего дома он очень-очень маленький буквально ой 6 на посмотри как интересно это цене электронные ценники да и не что меняются да они меняются цены меняются и они меняют их и разве уж такая электронные ценники ой смотри прям салаты такие как у нас продается это все 5 а да это недорого и вот тоже что-то сыр или айля фрукты это ананаса я на сыр думала и вот тоже салаты зеленушка по 99 домой домой так же стоит также также надо такое знаешь там молочку какой-то позыркать да вино интересно вино вам 45 евро 2 евро заберем да вино я слышала что в испании и в англии очень дешево это смотри 11 процентов красное вино савиньон наверное а может и нет 6 евро тут дороже 6 евро вина нет а пирольку за 7 жалко да мы вчера за 4 взяли какой-то у нас нехороший магазин возле дома получается ну да туристический какой-нибудь там оказывается они евро 30 а мы за 4 вчера взяли реально смотри вино 23 евро знаешь она дешевле воды поэтому поэтому алло как у меня болит нога ребят 50 центов бутылка воды у нас у нас тоже есть такие но у нас есть да но есть и дороже ну да разные районы может разные магазины а я не нашла типа молочки это молоко такое знаешь все а это что тоже здесь уже восемь девять дорогое уже все ой смотри какие киндер сюрпризики бэтмен все дела ну все идем дальше ой все небо голубое радостно смотри как прямо там красиво мы когда снимаем на нас все смотрят видно что потому что туристы снимают радуются вот тут мы шли сюда пришли а тепло стало да да у нас мы уедем и здесь будет 20 градусов всю неделю ну и сейчас 16 неплохо завтра 17 короче дошли до какого-то места смотрите и настраивать на старую ригу до похоже такие узкие люди идут кафешки мы все не нашли себе вместо их очень много но нам хочется не знаю то ли на улице нам хочется на солнышке посидеть то ли что ну вот может быть там и будет что-то фонтана мы посмотрим главное что мы выпили утром от но кофе ну смотри какое место мы заметили что в кафешках у них столики вот как мы вчера говорили прям близко 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 друг другу стоят но зато можно больше людей вместить как я понимаю но они-то не париться по этому поводу сидят и наслаждаются магазинчик здесь все из трюфеля здесь даже если честно так пахнет а я люблю мне нравится запах класс эти мини рыночек да это апельсин это тесть дерева за и вот они сорвали яблочки все есть идем дальше прямо летят но как высоко до туристическое место да я говорю на старую ригу похоже вот и все эти магазинчики с магнитиками с смотри с этими сувенирами что это красиво да магазинчик тоже масочку не хочешь как у бориса breccio борис броицик потеряет сарик забери у него такая самолете поедем маски григо на концерт идем с улицы и он намного ближе чем я ожидал фонтан это как называют фонтан чё здесь народа больше чем у колизея ребят здесь кидают фонтан за год чуть ли не полтора миллиона евро я читала да мы пока его не увидели подожди над полюска нужны фотографии а как ты здесь сфоткаешься это теперь нюх боже сколько людей и они просто пришли посмотреть на фонтан знаешь куда мы сейчас тобой пойдем смотри на меня вот видишь там угол свободный мы туда пойдем фоткаться сейчас поселились девушку попросили нас фоткать фотки в инстаграме и мы думаем почему здесь людей намного больше чем у колизея а может быть потому что там большая территория они там разбрелись а здесь все просто в одной кучке стоят но не видно что денежки кидают никто не кидает почему-то хотя читала то что все обычно там фоткаются и показывают фонтан мы вам показали бэкстейдж так скажем да потому что народ очень много и все просто фоткаются кто-то сидит смотрят пьет кофе в общем класс мы нам приглянулось одно место посмотрим друг там кофе сейчас попьем нам такие аппетитные какие-то штучки были идем-идем-идем но сегодня еще суббота видишь ноги может быть просто на выходные в рим приезжают и да и гуляют что ты будешь я буду кучу и сейчас думаю как аппетитно начинает такое огромное так что ты будешь сели в тесноте на него бедя опять же ладно это кофе кстати америка ну это америка на на выглядит как эспрессо кирюши вот такое что-то нет это было одно теле его разрезали и круассанчик чикен курица сыр или яйцо огурчики помидорчики в общем такое у нас сегодня завтра давайте будем кушать до голодный вкусно? ну пробуй круассанчик я пока дойду-то туда вкусно? ну я уже расстегнулась просто жесть как жарко солнце светит прям спинном очень много сюда вышли мы идем к испанской лестнице тоже достопримечательность да? конечно правильно говорю? конечно правильно магазинчики здесь кстати чисто ну вот то есть видите не знаю почему по некоторым улицам мы ходили очень было грязно здесь кстати очень много военных посолить там стоят военные там стоят военные да жарко да? да классно что мы взяли одежду полегче чего ты? красиво, прикольно Валентино Магазин вот Занька бутики Валентино видишь? нам прямо? да господи этим улицам нет конца и края посмотри а вон впереди еще какая-то будет площадь там видишь узкая улочка вперед нам не туда? ставите прямо просто прямо а вот испанская лестница мы пришли к ней да? быстро? да да кажется что далеко а на самом деле достаточно близко все вот оно смотри да я вижу опа и вот здесь могли посидеть на площади очень близко вы видели как люди сидят? Баленсиага не нужна? Диор вот вот а мы думали где их магазинчики эти все вот они вот это испанс нам надо подняться я не знаю как так реально давай поднимемся посмотри вау и здесь тоже очень много людей и здесь тоже очень много людей экскурсии экскурсии ой фонтан там мы среди людей не заметили слона там мы не заметили все фоткаются не знаешь как пройти чтоб не мешать вот смотри в эти все магазины брада монклер или как он там называется я покажу фоткой даже лошадки стоят можно покататься вот тоже на площади такие кафешки вот прикольно да вот здесь вот но здесь почему-то или закрытые ну что готово? класс идем идем так так побывать здесь и не подняться на самый верх это будем не мы поэтому поднимаемся да зайка фу поднялись на первый уровень ну как за обалдеть да зайка чуть-чуть осталось здесь здесь народу меньше все ленятся с высоты город видно всякие смотри балкончики терраски на домиках можно стоять и разглядывать ну как красота? ну дождик хорошо что мы дождик пошел? чуть-чуть Настюша говорит хочу сфоткаться можно я сяду? мы просто посмотрели никто не сидит не залезает но Настюша взяла и залезла и сделали крутые фотографии зай ну как? класс да? входим получается всякие бутики улочка разные-разные и шанели и диоры роберто кавали тульчо габанов все здесь есть да может быть еще где-то есть но здесь мы точно это увидели дальше пинко даже вон кому нравятся сумочки пинко куда там еще о еще какая-то площадь вот мне кажется эта площадь и есть классная улочка на самом деле поняли что сегодня поймали себя на мысли что здесь на испанской лестнице меньше людей которые тебе стихивают зонтик пончо что-то еще кинзо да, меньше людей и они тебе дают отдохнуть потому что вчера упали сне ты не мог просто посидеть там понаслаждаться видами они тебя дергали один ушел второй подошел еще ну вот так вот получалось да? у них там получается целая банда была реально такая стая а здесь такого нет пару экскурсий внизу предложили и мы пошли наверху наверху только туристы все фотографируется такая расслабленная атмосфера это армани да, армани наше наблюдение короче классная, да, мне нравится здесь хорошо и здесь так тихо, да ну вот смотри потише поспокойнее я бы даже сказала одни бутики и мы всю улицу и вышли опять же на какую-то площадь красиво по полу да? да ну вот экскурсовод очень большая площадь говорит что это площадь по полу это не та длинная а длинная другая длинная другая еще есть ой, здесь тоже кафешки есть, смотри тоже здесь людей много нужно пойти в самый центр площади и мы все это посмотрим с центра красиво все это кинемся от дождиков тсссссс тссс и все идем пишут комментарии в наш же вышел лог что после наших кадров хочется в италию хотя таких планов не было у нас тоже таких планов не было не пожалеете не варит ноги какой-то фонтан да там ничего интересного такой по какой-то странности интересная пойдем нет мы почти постоим я бы сейчас уже посидела где-то посидим да пойдем спуститься можно ой успокойся ну да ну Ну что, экскурсовод, куда нам? Давайте прямо. Прямо, прямо, прямо. Здесь какие-то очереди. Куда-то. Куда идем? Вот пантеон. Подожди. Тут тоже, видишь? Где? Сюда, да. Идем к пантеону. А, они сюда все стоят. Там колбасы, мясо. Ну вот, и мы пришли к нашему следующему пункту, да. Возле этой достопримечательности тоже очень много людей. Вот, смотрите, здесь можно посидеть. Нам нужна, чтобы зарядка была. Зарядка на улице вряд ли. Нам нужно было повербанк сделать, чтобы его носить не хотели. Мы, кстати, хотели его взять, но забыли. Смотри. Ой, смотри. Ну, здесь Ая просто крэйзи, да? Ну, здесь Ая просто крэйзи, да? Да. Это очереди все, чтобы попасть внутрь. Вот, вот оттуда вот. Да. Ну, я не хочу стоять. А если она быстро идет? А что ты там увидишь? Ну, вот что там. Все, я тебе показала. Спасибо. Спасибо. Дали в местечко какое-то, подзарядить телефон, выпить кофе. Чискейк. Такой огромный. Оу. Копикон. Один? Один. Ну, два не осилим. Как думаешь? Ну, давай вкусный. Здесь, когда что-то покупаешь, кофе бесплатно. Главное, что мы нашли, здесь можно пожезти. Уууу. Ух. Так, у Кирюши. Ну, короче, мы все над... А, здесь он порезан? Да. Короче, все надвоит, смотрите. Здесь эта же айка. Авокадо. Панини. Сальмон. И чизкейк. Вот это все 13 евро. А, кстати, за завтрак мы не сказали. Было 17, то что мы у Фонтана завтракали. Все. Будем отдыхать, заряжать телефон. протерли камеры покушали зарядили телефоны шнурочек на ручку на ручку ветшим на зиму остановиться и чуть-чуть передохнуть сюда потому что без по бесполезно ходить но без без перерыва ну потому что мы еще посидели полчаса потом стоим и таки нормально можно просто по-новому идем до свежими силами погода завтра еще лучше будет куда-то выслеживали как-то позже идешь идешь и не знаешь что ты увидишь за углом здесь тоже смотрите что-то охрана полиция что-то здесь они охраняют светофорчик даже маленький видишь не подойти не подъехать а и вон там стали сколько заборы высокие главное таблички никакой нет до это посмотри там тоже какой-то собор или что-то такое вот так вот вам а мы пойдем сюда на площадь до ресторанчик смотри даже образцы видишь кола размерчик сердечком смотри так идем дальше и здесь тоже очень много людей и здесь не снять ничего одни люди Да, она огромная. Вчера нам предлагали зонты. Да, дождевики, зонты. Я бы думал, что будут предлагать сегодня, когда на улице хорошая погода. Оказывается, предлагают шарфы, предлагают повербанги, чтобы поставить телефон на подзарядку. Да. И солнечные очки. Серьезно? Реально. У них все схвачено. Реально. Не, ну здорово, молодцы. Каждый зарабатывает как может. Да, точно. Куда-то опять Кирюша ведет. Но он куда-то ведет, а ты идешь, смотришь и везде. Вот так вот, понимаете? Вот так. В ту улочку? А? Вот в ту улочку? Вот туда. Хорошо. Здесь какая-то центральная, видимо, улица. Потому что вот так вот. Очень много людей. Здесь тоже фонтановые. Я говорю, здесь очень много людей, прям очень много. У них тут такой скверик, видите? Птички. Слышно вам? Пальмы. Голубей очень много. Да. И просто люди сидят здесь на скамеечках, фонтанчик. Ухищают пиццу? Да, отдыхают. Прикольно. А мы идем дальше. Пойдем туда, на мост. Мы переходим через мост, и на этой стороне Рима мы еще не были, получается. Как вам? Пойдем туда, на мост. Смотрите, они здесь гуляют, такая набережная. Катаются на велосипедах, бегают. Вот здесь велодорожка. Отдыхают люди с субботним днем. Чудесная погода. Мы тем временем... Давай встанем так, потому что солнце. Мы держим путь куда? Мы держим путь в район Трасс-Тевере. Да. Да. Что там нам надо? Ну, там очень красивая улица, и я думаю, что мы там возьмем и где-нибудь покушаем, посидим опять же. Потому что калорий кратится очень много, шагов очень много, и кушать хочется тоже очень много. Пойдем. Становится очень жарко, я иду прям, все, уже не могу. Солнце печет. Идем, думаем, что завтра нужно одеться по-другому. Ну, в кофту не одевать, может быть, футболка и тренч? Ну, просто тренч тоже это будет. Потому что завтра будет солнце весь день. Короче, мы уже пришли, Зая, в этот район. Да. Смотри, музыка играет, такие узкие улицы. Народа тоже много, все гуляют. Да. Пойдем. Да, вот он, вот, вот. Гуляем. В Транс-Тевере. Такой старинный райончик. Да, и очень много людей. Гуляем, гуляем, гуляем по этому райончику и смотрите, куда мы вышли. На площадь. Здесь вот можно покушать. Короче, мы с Настюшей хотим, что-нибудь взять и опять же перекусить. Ну, красиво, красиво здесь. Здесь, на самом деле, в каждом месте ты заглядываешь, и такие вкусности лежат готовые. Да? Что не, особенно вот этих пиццей, или как они там называют, разные по ними и все остальное. Брускетты. Ты на это просто смотришь, даже если ты и только что поел, ты хочешь этот съесть. Какой окрас красивый. Как будто со звездочками. Улица. Кстати, ну такие вот таблички. Улица. Улица. и что-то, например, да? Но это площадь. А везде на улице там и от чего-то, и от чего-то. Но именно таблички такие красивые очень. Они под старину и очень со стилистикой города пересекаются. Ох, здесь тесно. Да? Да? Возле каждого места, когда ты проходишь, с каждого ресторана... Подождите. С каждого места выходит человек какой-то и говорит заходите к нам, заходите к нам. У нас есть это, что вы желаете, да? Буквально с каждого. И на площадь, на площадях так было, и везде. Все, мы не можем, мы застряли в шоке. Кто-то стал при телефоне владею. Ну да, потому что вот из-за вас пробка. Дамочки. Они меня не поняли. Вау, да? Смотри как. Ребята, это я еще на широкую снимаю. Тут очень тесно. Но в любом случае, здесь очень много людей. Они, наверное, знают, куда они идут, зачем. И им это нравится. Прикольно. Парик симпатичный. Так, ну дальше вроде все. Поворачивать, да, надо? Да, там уже надо. Опять очереди. Ой, смотри, там тоже что-то интересное. Сюда идем? Куда-то тоже все стоят, что-то ждут. Мест посидеть здесь очень много. Как в старой Риге, да? Когда просто на каждом шагу какое-то местечко красивое. И ты идешь, и не знаешь, чего выбрать. Сели тут прямо на улице. Просто первое попавшееся место. Мы не можем больше идти. Знаете, сколько нам идти? Кстати, представляете, время сколько? Полтретьего. Полтретьего. Наша программа сегодня выполнена. Реально. То есть все, что запланировал Кирюша и думал, что нам не хватит одного дня, мы справились. Там и дальнейшая программа интуитивно. Да. Конечно, сидеть на месте не будем. А до отеля нам 50 минут. Час идти. Час идти обратно. Получается. Хеллоу. Хеллоу. Возвали просеку и пиво. Ну а что еще здесь? Ой. Знаете, как освежиться. Да. Биро. 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 Грация. Биро. Наслашдаемся. Ну. Так, мы купили, зашли в местечко в такое, как мы были первый раз, но здесь другое было. Здесь даже больше выбора такое все было. Взяли с грибочками. Люди думают, что мы гуляем, кушаем, пьем, гуляем, кушаем. Так и есть. Реально. И все берут и едят по улице. Это, короче, я спросила. Сказали, здесь сыр с помидорами. Но самый прикол, знаете, в чем? Чем больше мы здесь находимся, тем больше мы их начинаем понимать. Реально. Настюша, я в шоке от нее. Она же проехает по-английски. Ух ты, на все 98%. Реально. Ну, я, честно, ты меня удивляешь. Я стою, как пентюх. Они что-то со мной говорят, что-то пытаются мне сказать. Я смотрю на Настюшу, потому что я знаю, понимаю, что она понимает больше, чем я. Я скоро по-итальянски начну понимать. Грация. Смотри, здесь похоже на, я не скажу, на баланьезу, типа, но без мяса. Угу. Аккуратненько. Там зеленый или красный? Красный. Машин нету, пойдем. Ну, вкусно? Попугаи? Сейчас. Ну, очень похоже на попугаев, да? Не знаю, реально похоже, как у попугая. В общем, мы сели здесь в этом, типа, скверике, который мы вам уже показывали. Вот такие штуки у нас с грибами. 200 грамм взяли. Потому что, ну, куда столько есть, ребят, правда? Угу. И сидим с таким, ой, видом. Аккуратненько сделан 1880 грамм в этом году. Да? Для освежения. Мы рады за него. Пусто? Там уже минус 40 грамм. Угу. Идем дальше. И по пути вот такое место. Ну, по полному видео. Нельзя снимать, нельзя фоткать. Да, да. Посмотрите, там кошек много очень. А что, почему они там? Ну да, кошки бегают. Кошки, но кошек. Домик кошек? Может. И вон она тоже сидит. Вот, а видишь, кошки показаны. А почему нельзя фоткать, снимать? Не знаю. Может, они не фотогеничные? Это как бы место уличных котов или что? С видеонаблюдением. Ладно. А мы что остановились? Вот это нас привлекло. Тоже какие-то развалины. Сосны у них так подстрижены все. И смотрятся классно, да? Да. Такие сапочки. Да. Минут 40 до отеля или меньше уже, да? Нам нужно реально прийти и отдохнуть. Время сколько у нас? 3-4. Сколько там уже? 30. 30. Полчетвертого. И да, мы приняли решение дойти до отеля. Немножко там передохнуть. Да, смотри, они там гуляют, эти кошки. А потом уже будем смотреть. Естественно, мы не будем сегодня оставаться в отеле. Мы, конечно, выйдем куда-то. Но уже без четкой цели, ну, каких-то достопримечательностей. Да, у нас еще завтра целый день на этой точно есть. А у нас Ватикан. Не переключайтесь, как говорится. Сюда можно зайти. Вот, поэтому сегодня план выполнен раньше, чем ожидалось. И дальше просто наслаждаемся, гуляем и погружаемся в жизнь Рима. Как вам мой итальянец? Да-да-да. Все не заканчиваются. Вообще, мы шли домой. А тут вот так вот раз. А это не то, что мы вчера видели? Нет, мы такое вчера не видели. Да-да, а что это? Туда все поднимаются. И там фонтан какой-то впереди. А, это знаешь что? Это не то, что вчера было? То, что мы вчера, когда дождь был, мы были с той стороны, и мы не дошли. То есть здесь Колизей недалеко. Да, мы пошли с другой стороны. Мы ушли туда прямо. Я правильно? Поднимся? Жесть. А смотри, туда там еще какая-то лестница огромная. Подожди, я приближе вам. Со мной интересно реально путешествовать. Да, очень, да. Прикинь, если мы так будем путешествовать, ты со мной замучаешься. Да, да, да. Мы вот там промокли прямо. И ушли туда вглубь. Потому что мне это дико интересно, реально. Ну, это прикольно. Я поняла, где мы. Да, мы вышли сейчас совсем с другой стороны. Нифига мы круги наяриваем. Короче, Кирюшка, за любой кипец не только потусить, а по этим историческим местам тоже реально. Ну, оно огромное. Посмотри, какая величественная просто. Поднимаемся. Пойдем. Молодой человек. Смотри, кто это смотрел? Я пошел на ту лестницу. Он хочет, чтобы я не выжила. Короче, мы поднимаемся вот сюда, а потом поднимаемся на ту лестницу. В смысле, это одно и то же место. Ты или там поднимаешься, или там. Мы можем там подняться, здесь спустимся. Нет, там поднимемся, а здесь спустимся. Айсек. Я тебя очень сильно люблю, да. Он хочет, чтобы я не выжила здесь в этом Риме. Да. У меня кости болят. Не ссать в компот. Там повар ноги моет. Офигеть. Пойдем, пойдем. Какая красота. А прочитай, что это. Какая красота. У меня такое ощущение, что самое огромное, что мы видели. Смотри, офигеть. А ты меня водил по каким-то, типа, запланированным маршрутам? А сюда ты почему? Подойди, подождем, подожди. Ну, это где форум вчера был. Просто мы промокли. Вчера погода была плохая. Мы думали вчера про дождь и не думали об этом. А это нужно было посидеть. Пойдем. Посидеть. Посидеть? Давай быстрее, быстрее, пока мосты нету. И не пишите ничего. Такси здесь улицы переходят. Это во мне Минск, где батька навел порядок. Здесь все вот такие. Смотри, здесь скверик, скверик. Ой, ой, ой. Не, я офигею. Боже, ну это нереальных размеров. Посмотри просто. Так становись еще вот. Сдайдем. Посмотри. Размер, да? Камера не передает. Не, не, не. Ты когда рядом стоишь, ты ощущаешь этот размер. Ого. Кто-то спит. И тут тоже с высоты виден город. Ладно, идем, уговорил. Так, ну что, я Настюше предложил. Давай посчитаем, сколько здесь ступенек. Настюша уже пошла. Ну, а я буду считать. Раз, два, три. Настюша уже сняла тренч. Вот это кадр, посмотри. Красиво. Ну, очень красиво. Ну, просто. Давай, 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 давай. Можешь, оставь меня здесь. Нет, я тебя нигде не оставлю. Я тебя нигде не оставлю. Короче, мы поднялись. 135 ступенек. Но честно, фух, мы не пожалели. Посмотрите. Просто вид, огонь. Я в шоке. Настюшка отдыхает. Фух. Мы не собирались сюда заходить. Тебе не нужно исповедоваться, Зай. Не хочешь грехи отпустить? Вот это мощь. Вот это мощь. Я поняла, почему так быстро садится телефон. Я постоянно снимаю. Не знаю. Посмотри, посмотри вам горы. Посмотри туда. Это то место, куда ты со той стороны вчера хотел, но было закрыто, и мы не попали. Только мы с другой стороны обошли. Этот форум, нет? Да. Убираю телефон и думаю, ну все, все, идем спокойно. Нет. Посмотри. А туда, вдаль, посмотри. Что происходит? Подняться можно. Можно. Я в шоке. Это очень красиво. Какая музыка. Там тоже что-то нам нужна. Тише мы музыку слушаем. Мы там вчера шли. Там внизу. Видишь? Пойдем. Так. Я в шоке. Пойдем по-русски. Я в шоке. Ребята, извините, я не отвечаю за эти звуки. Сзади парни испортили всю атмосферу. В французском тоже понимаешь? Си это по-итальянски, по-французски. И они тебя так моргнули, типа, сой, уи, уи. Почему вы вчера это место не видели? Мы вообще в шоке. Мне кажется, вы уже заблудились и не знаю, где мы. Это мы решили идти только в Ацель. Представляете, нам еще не идти 35 минут. Вообще в шоке вы. Короче, мы пойдем к вечеру, реально. И отдыхать уже будем. В шоке, реально, столько всего вообще. Здесь нет такого, что ты приехал, там, 3-4-5 достопримечательных мест увидел и такой, все, свободен. Мне больше нечего здесь делать. Ничего подобного. И если вы сюда соберетесь, то на один день вообще не стоит. Потому что... Ну, здесь сколько с тобой? 3 дня? В смысле? Нет, сейчас только первый полный день. Вчера была половинка дня. Таких три? Подожди. Нет, мы приехали сюда. На три полных дня? Да. Ну, мой. Ну, завтра еще сделаем, потом и там. Господи, куда не выйдешь? Ну, ребят, ну, блин. У меня опять садится телефон. Вофиг. Сейчас найдем кафешку, подзарядим, пойдем дальше. Только не говори, что нам по этой лестнице еще вниз идти. Это другая лестница. Ну, ладно, это успокаивает. Ну, ну, нам придется подниматься. Ну, нет уже, может схватить? Нет, мы на то белое здание поймем. А вид мы уже посмотрели. Там вид другой будет. Ааааа! Я не знаю, куда уже. У меня уже шея болит вот так вертеть. Посмотрите, как везде красиво, да? Прикольно, прикольно. Ммм, погода вообще. Красиво. Очень красиво. Даааа. Я сказал, что это другая лестница? Да, другая. Просто горка под наклоном, отлично. Мы уже на все кадры попали. Ты меня держи, мне кажется, здесь что-то скользкое. Тут вход, охрана, забор. Ну, подумали, ну, что туда подниматься? Там вечный огонь, кстати, видишь? Видишь? Да-да-да, там огонь, тут фонтан. Все посмотрели, вам показали. Идем дальше. Вчера по этой улице. Мы вчера домой пошли вон там, вот туда. Музыка играет классно. Вот М-30 так нравится. Ну, да, это полиция. Но вчера эта улица была открыта для машин. Сегодня это пешеходная улица. Она к Колизею ведет, да? Да. Я думаю, может быть, по выходным она пешеходная считается. Ну, такое возможно. Мы идем пока по ней, потом свернем куда-то. И полчаса до отеля. Видите, какой красавчик стоит. Вот и Колизей сзади. Сегодня он смотрится совершенно плохой, потому что солнечные лучи. Да, но мы до него уже дадим. Но сегодня народу здесь, на этой улице, еще больше. Еще больше. Намного. Да? Красиво. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ В общем, это была очень крутая мелодия. Настушка аж заплакала. Это, мне кажется, слезы сейчас. И я хочу сказать, что хорошо, что мы здесь вчера были, на этом форуме и у Колизея именно в пятницу. Потому что посмотрите, что происходит на этой улице. Вам, может быть, не видно, но там не пройти. Какая-то давка, да. Да, вот там очень много людей. И не классно, что мы это увидели, но хорошо, что мы вчера посмотрели без такого. На каждом углу музыканты. Вчера вот не было вот этой лошади, все-таки у них выходные, своя программа. И улица перекрыта. Везде разные музыканты, разная музыка. Да, и мы сворачиваем, не пойдем туда, потому что дальше, я думаю, нам не понравится сегодня. Мы были вчера, да. Пойдем в эту сторону. В этой улице мы вчера не ходили. Идем дальше. Короче, друзья, с каждой минуты у нас сажалась в телефоне батарейка. Мы заряжали в первый Макдональдс, который вы видели, с одним процентом в телефоне. Не знаю, что здесь хотя бы розетки есть. Да, заряжаем телефончик и кушаем мороженое. 4,80 на мороженое. Она мне писала на английском, какие мороженое есть. Я только чоколад поняла. Потому что они говорят по-английски, таким четким и итальянским акцентом. Очень быстро и не все понятно, конечно. Зарядили и вспомнили про наш магазинчик, в котором мы были утром с вами. Он нам понравился больше всего. Но зашли за просеку взяли, розовое. Сыр взяли. Сыр. Амончик. Амончик. Упаковочек. Спеконы взяли. Короче, покажем. Да. Идем ближе к отелю. По другим улицам. Забираем, пока мы прием уже будет 7. Потому что мы должны кого-то пойти покушать. Что-то такое есть ощущение, что уже не захочется, да? У тебя нет такого ощущения? Сейчас как прием, как-то забалимся. Да, мы планировали ужин еще сделать. А мы что-то пробили. Мы же пасту так и не поели. Может пасту завтра поесть? Я бы тоже думала. Может уже ничего не будем сегодня? О, смотри, прям тут машины. О, БМВ. Вот что значит по новым улицам пройти. Специально ходим по другим улицам все время. Но мандарин мы так и не сорвали. Да, потому что кто-то не умеет прыгать высоко. Да я шучу. Да, вот я сейчас думаю иду. Сколько время? Время пол седьмого. В смысле? Ой, нет, шесть. Подожди, я запутываю. Нет, у тебя на этих часах наше время. Семнадцать тридцать? Да. Семнадцать тридцать? С пол шестого. У нас сейчас вино. Закуски. Закуски. Ой, мы вышли к этому фонтану опять. Видишь, что-то сейчас по другой стороне. Может реально пасту завтра? Я не хочу сегодня. Если мы поздравляемся, мы уже спустимся к везу. У нас он может перекус свой. Мне кажется, я не хочу уже никуда идти. Живание, да? Не все, нет. Ну давай будем отдыхать. У нас сегодня двадцать тысяч шагов. Вчера было восемнадцать с чем-то с чем-то. И для кого-то это нормально. Ну мы шесть. Что мне было? Как хотите? Скоро будет закат. Погода бомба. Не было голубое. Сюда показывай или туда? Ты уверен? По той улице мы тоже не хотели еще. Мы обычно там идем домой. Он нам идёт сюда. Все два раза мы там шли. Тут вообще многие ходят на красный сразу. Ну и мы тоже, кстати, теперь уже ходим на красный. Да? Мы уже как будто местные. У нас сейчас в магазине девушка спросила, вы не подскажете, где нам масло взять? Мы такие говорим, ну, посмотрели на холодильник, я говорю, вот, масло бери. Так что сошли за местных. Но комментарии в инстаграме пишут, что ты очень похож на итальянца. Ну, может быть, у тебя итальянец твой? Может быть, кто знает, кто знает. Ой, мы здесь не ходили. Пришли, у нас тут уборка номера была, нам перестелили, дали дополнительное одеяло. Я, кстати, спрашивала на рецепшене сегодня, есть ли у них пододеяльник. Он меня вообще не понял. И он подумал, что нам нужно дополнительное одеяло. И нам дали. Мы так поняли, что у них нет пододеяльника. Но нам сегодня сказали, в комментариях написали, что в Италии так и есть. Но мы теперь поняли, хорошо. Это их особенность такая. Мы пришли, мы без ног, ребят. Это жесть. Выжатые, как лимоны. Так, я пойду завтра с заканчиками, а ты покажу, что мы купили, да? Угу. Распаковка. Чипсы с лимоном. Розовая просека. Взяли дорогущая, 7 евро. Были за 3. Шикуем. Грана Падана. Такую, ну, потому что она нарезанная. 3,90. Чипсы евро что-то с чем-то. И много не стали брать. Вот такой совсем чуть-чуть. Мяска. Прошута. Грудо. Ну, как хамон почти. Только прошута. Хотя на хамончик похоже. Евро 50 такая упаковка. Все, мы ложимся, наслаждаемся и монтируем влог. Короче, друзья, для того, чтобы вы завтра посмотрели сегодняшний влог, мы должны сегодня закончить влог, потому что мы его сейчас быстренько смонтируем. Ну, как бустик. Не, он не. Очень долго будем монтировать. И, короче, мы на сегодня все. Мы сейчас будем все открывать, что мы купили. Да. И будем чилить. Да. Если захотим вдруг куда-то пойти, но это вряд ли, то мы пойдем и сходим. А если нет, то все. Да, посмотрим, да. Все. Потому что давайте. Спасибо, что вы у нас есть. Что вы у нас есть. Подписываемся, ставим колечки вверх. И смотрим, как мы отдыхаем в Риме. Пока.